добрый день дорогие друзья вы на телеканале это он тв программа тема дня меня зовут александр вальдман а с нами на связи из швейцарии цюриха основатель издательского дома русской швейцарии александр пески александр рад вас приветствовать добрый день здравствуйте один вопрос который не могу задать естественно это выборы в германии до 26 числа осталось меньше недели мы я так понимаю что мы уже следующий раз будем обсуждать скорее всего итоги этих выборов так вот вопрос будет необычно звучать я в том что я получил по электронной почте письмо от своего хорошего товарища известный врач офтальмолог израильтянин он работает как бы на два дома у него своя клиника в германии сейчас он в германии он смотрит регулярно наши с вами программы я комплиментарную часть из его письма в ваш адрес и скромности не буду приводить фрагменты несколько фрагментов из его письма второй день гуляю перед сном вечером по городу первый день был во франкфурте сегодня на юге в шварцфальде смотрю на предвыборные плакаты первые правые куда-то исчезли даже не встретил плакатов альтернативы для германии содержание плакатов до скучности бессмысленно типа защитим человека и климат нужно компетентность нужно улучшить образование социалисты и левые так называемые партия бывшие коммунисты обещают бороться за нереальные социальные льготы за счет налогоплательщика появилась новая партия с более радикальным лозунгом равные права для немцев и мигрантов с портретом че гевары рисунком кулака социалисты и левые предпочитают портреты турок и других мигрантов христианские демократы немцев при галстуке признак консервативности нет ни одного плаката на актуальные темы конец цитаты скажите пожалуйста насколько описанная ситуация соответствует тому что происходит на самом деле вот человек который знает изнутри эту ситуацию они наездами буквально вот вот прошлые выходные я был со своими детьми в том же швакцарды который упомянул ваш товарищ и тоже внимательно осматривал значит висящий на каждом столбу в столбе значит плакаты кто за что и почему вот и я в целом в целом разделяю вот восприятие вашего друга и товарища в том как ведется вот наружная реклама но не только наружная реклама вот именно вот плакатов но опять же и в сети и вот на общественном телевидении все партии сейчас пытаются симпатично охмурить избирателя дело в том что несмотря на то что перед германией и перед европой стоит ряд ряд таких вызовов один из которых мы с вами описали опять же ближайший партнер германии франция находится сейчас вот в такой внешнеполитической прострации как и германия получив аж по счету малей в афганистане мы с вами же несколько раз обсуждали как с германией обходятся в рамках того же нато да то есть когда еще господин байден приглашал германию платить два процента ее брутосоциального продукта в бюджет нато при этом тоже сказал ребят не надо вот тут на месте заниматься какой-то дурной деятельности переводите деньги нам мы вас защитим мы вам привезем вот это вот вооружение да вот мы швейцарцы попались на купили вот этот нам ненужный самолет который прячется от радаров да хотя нам нужны тут в принципе три вертолета чтобы со снежных этих самых склонов свозить лыжников которые себе переломали кости в этой вот лога перед этими вот вызовами и вот в этой ловушке находится германия нужно людям в принципе объяснить чем мы будем заниматься следующие пять десять двадцать лет а так как мы все прекрасно понимаем что привычный нам мир подрядок вот он подошел более-менее к концу и все что будет дальше будет ну как бы связано мало приятно и будет обострять и и межэтнические и межгосударственные и и другие отношения вот и поэтому все партии сейчас улыбаются в камеры и рассказывают все будет хорошо все будет очень хорошо на предмет вот правой партии афд я в отличие от вашего товарища шварцвальд нашел плакат дело в том что может быть не разузнал даже афд значит ее кандидатка симпатичнейшая блондинка расчесанная уложенная стоит улыбается прекрасными там зубами и никакого слогана просто работает как фотомоделька типа я умняшка и красавица выбирайте меня в парламент я вас поведу в новую жизнь никто никто даже зеленые вы представляете себе даже зеленые не говорят всей той правды что вот в этом вот этом угаре защиты окружающей среды который необходим я сделаю пометочку что нам нужно думать и работать над концепциями решения вот этой проблематики глобального потепления но в германии в настоящее время вот это глобальное изменение климата и потепление рассматривается что-то вроде вот конца света я не помню какой фильм я смотрел когда-то но по-моему речь шла в америке но хотя и старообрядцы россии могут так также жить и но вот там по моему какие-то вот амиши и где-то там вот там вот жили и вот они ночевали ночевали в гробах то есть они целые люди работают пашут землю едят молятся то есть чему-то радуются читают книги жгут свечи а потом ложатся спать в гробы потому что они искренне верили что по конец света близок так вот в наши вот дни сейчас перед офисом ангелы меркель еще канцлера германии на лужайке перед бундестагом значит проходит акция голодовки вот уже три недели там голодует голодает голодает молодежь которая требует срочных санкций по защите значит окружающей среды срочно они говорят что нужно срочно отключить значит все электростанции которые генерируют электроэнергию на буром и каменном угле отключить срочно все значит атомные реакторы запретить людям ездить на двигателях на автомобилях с двигателем внутренним сгоранием понимаете одно дело если бы это были какие-то тинейджеры дурачки там условно или дети ну понимаете которые захвачены чем-то вот нет это же 18 19 20 22 летние молодые люди и когда люди ну скажем так который участвует в политическом таком вот этом дискурсе в политической жизни подходят и говорят молодежь а почему бы вам не оставать свою партию и вот именно с этими лозунгами собирает голоса большинство и тогда вот притворять все вот эти вот вещи в жизнь нет молодежь не хочет заниматься партиостроительством не хочет писать законы и не хочет изучать ну как бы проблематику того как нам перевести не только германию но и всю европу а чуть позже и мир на новый миропорядок чтобы мы более ответственно относились к выбросам углекислых газов и других выбросов так вот вот эта инфантильность она везде никто даже зеленые которые говорят вот мы запретим двигатель внутри возгорания не говорит что условно говоря вы понимаете любой двигатель там какой-нибудь там дача там дастер стоит 10 тысяч евро а самый дешевый допустим автомобиль электрический стоит 20 тысяч евро да то есть людям нужно двоекратно больше потратить денег чтобы остаться мобильными да ведь не все живут около вокзала около метро многим людям нужна машина для того чтобы ездить на работу закупиться продуктами питания для других как бы необходимых вещей потом зеленые говорят о том что мы покроем все крыши в германии солнечными батареями это в принципе хорошо и мы все это одобряем вопрос за чьи за чьи деньги мы это сделаем за чьи а потом они допустим большим индустриальным концерном говорят вы должны сейчас лить сталь и компенсировать все вот эти выбросы значит в воздух кислого газа ну вы понимаете я сейчас могу бесконечно перечислять вот эти вот хотелки 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 что нам нужно сделать но никто из политического дискурса не говорит кто за это заплатит и что это связано напрямую с жесточайшими изменениями нашей жизни нам предполагают меньше ездить на автомобилях меньше летать в отпуск меньше есть мясо что в принципе полезно для здоровья но тем не менее нам запретят есть мясо потому что коровы столько метана воздух испражняю что это это больше чем все значит вот реактивные самолеты которые летают над нашими облаками понимаете два процента а коровы отвечают там чуть ли не за 14 процентов выбросов вот этих вот газов и понимаете но еще раз говорю германия охвачена истерии они все ждут что вот изменится изменится мир настолько что нам всем придется ложиться в гробы и умирать и при этом вы понимаете вот вот этот мелкоклеточное вот это мышление они сейчас хотят извести германию до уровня какого зимбабве хотя при при всем при этом в соседней стране во франции 58 атомных реакторов работают и собираются работать дальше в соседней стране польши с другой стороны работают электростанции на буром угле потому что поляки это у нас много бурого угля и мы его будем сжечь вы понимаете борис дженсон которого мы тоже с вами упоминали и великобритания находится вот ровно в таком же вот этом угаре защиты окружающей среды и сейчас у них там цены на газ сумасшедшие почему потому что в отличие от немцев они не прокладывают трубопроводов к себе из россии они не заключают долгосрочные контракты они закрыли свои электростанции на угле на буром и на каменном и что у них случилось случился пшик а насчет смешных вот вот этих которых ваш товарищ тоже упомянул есть в германии по-прежнему там ряд партий которые ну вы понимаете это однодневки но тем не менее они попадают быть в сми в германии есть партия я сейчас не буду врать называется что-то там новый рейх номер три что-то такое что такое я правда не запомнил настолько это мелкая незначительная партия но тем не менее они собрали деньги проплатили рекламу и сейчас висит висят плакаты на которых написано вешай зеленых зеленых надо вешать но вся германия понимает каких зеленых надо вешать и чтобы понять опять же немецкую действительность в баварии сразу зеленые побежали стукнули ну постучали в суд и суд принял решение что эти плакаты неуместны и их создали значит со всех рекламных площадей а допустим другой земле в саксонии столица там соответственно там дрезден да и ну восточные немцы они близкие нам люди по ментальности вот у них суд принял такое решение хорошо нет эти плакаты могут висеть но не ближе чем 100 метров чем рекламная агитация зеленых и того понимаете вот этот вот вот этот вот настолько непонятный каламбур с одной стороны в германии где все хотят чтобы остаться осталось все по старому чтобы не было никаких перемен и поэтому выиграет правящая коллекция но при этом понимаешь что это не может длиться долго и вот существуют актеры которые нужно вешать зеленых да на этой замечательной ноте мы закончим сегодняшнее общение я думаю зеленский на нас не обидится на свой счет не принят спасибо спасибо за замечательный анализ спасибо как всегда было очень интересно спасибо всего самого доброго и до новых встреч спасибо до свидания спасибо и вам друзья что были с нами всего самого доброго будьте здоровы до новых встреч